Здравствуйте, вы на канале Реальные Книги, сегодня мы с вами рассмотрим биографию Чичикова в поэме «Мертвые души». Чичиков в детстве жил в простой избе, где окна не открывались совсем, даже летом. Друзей Чичикова в детстве не было, что значительно усугубляло и без того нерадостное существование. Отец его все время болел, что также существенно ударяло по финансовому состоянию семьи. Семья Чичиковых владела всего-навсего одной семьей крепостных, это никак не позволяло им обеспечить безбедное существование. В целом же у самого Чичикова стало слишком мало воспоминаний о своем детстве. Однако ситуация Павла Ивановича не была безысходной, его родители обладали достаточными финансами, чтобы отправить учиться своего сына. Поэтому, несмотря на свое детство, ограничащее жизнь простых крестьян, у Чичикова появилась возможность вырваться из бедности. По мере взросления Павла Ивановича основным вопросом стало получение должного образования и навыков, позволяющих ему взять удачное место в жизни. Скорое решение было принято, и Павел Иванович стал учеником одного училища. Жил он у своей дальней родственницы. Это позволило обеспечить приличные условия для жизни и при этом сэкономить значительную часть денег. Чичиков не был особо одаренным учеником. Его знания и талант не позволяли ему выгодно выделиться из толпы таких же, как и он, учеников. В этом случае Чичикова спасали его приналежность и старательность. Со временем он научился угождать учителям, что сыграло немаловажную роль в его обучении и создало иллюзию хорошего и примерного ученика. Чичиков уже больше никогда не виделся со своим отцом. У них всегда были напряженные отношения. Отец не умел быть ласковым со сыном. Он всегда вел себя по отношению к сыну строго и жестко. Уезд из родного города только усилили эти чувства отдаленности. Отец Чичикова умер в то время, когда Павел Иванович был еще учеником. Особого наследства от отца не осталось, поэтому Чичиков решает продать все, что было. После продажи он смог получить тысячу рублей, что было, конечно, небольшой суммой, но позволило экономному Чичикову сделать старт в жизни. К деньгам Павел Иванович научился бережно относиться еще в юношеские годы. Время обучения он старался всячески найти возможность заработать деньги. А накопленные он обычно не тратил, что позволило Чичикову сколотить небольшой личный капитал. Сначала Павел Иванович лепил птиц из воска и раскрашивал их, а затем выдрессировал муж и тоже смог ее удачно продать. В училище Чичикову также не удалось найти себе друга. Причиной этого была, скорее всего, его скупость и жадность. Павла Ивановича не любили в коллективе. После окончания училища Павел Иванович Чичиков приступал к гражданской службе. Первое его рабочее место и должность были самыми обычными и простыми. Приложив немалую силу, он устроился работником в казенную палату. Однако искать более выгодное место не перестал. Вскоре такая должность нашла и Чичиков приступать к службе, где имеет возможность делать существенное накопление нечестным путем. Однако ничто не бывает вечно. Новое начальство сумело разоблачить Чичикова. После этого инцидента Чичикову не остается ничего другого, как начать все сначала. Он работает на местных незначительных должностях и в разных городах. Пока ему не выпадет случай стать работником на таможне, чем Чичиков и пользуется. Его служба начинает складываться вполне успешно, и Чичиков даже получает повышение по доколежского советника. Однако это длилось недолго. Его неприятная история на прошлом месте службы его ничему не научила. Чичиков опять взялся за аферу. На этот раз он взаимодействует с контрабандистами. Дело это оказывается очень прибыльное. У Павла Ивановича вскоре появляется существенное накопление, что правда ненадолго. Его сфера была обналичена, и Чичиков опять теряет все. Оставшись у разбитого корыта, ему ничего не остается, кроме как начать все сначала. Чичиков начинает свою карьеру в третий раз. На этот раз он приступает к работе поверенным. В это же время у Чичикова созревает план для следующей своей аферы, позволяющей разбогатеть на пустом месте. Он планирует скупить мертвые души, чтобы, перепродав их, обогатиться. В надежде осуществить задумки, Чичиков берет своих двух единственных слух, брычку и все свои сбережения. Десять тысяч и отправляется в уезд для покупки. Совершив удачные сделки, Чичиков успешно ретируется по полям обмана. Его дальнейшая судьба неизвестна. Спасибо, что были с нами. Вы были на канале Реальные Книги. Подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами. субтитры, Чичиков, Книги. Реальные Книги субтитры, Чичиков, Книги, Книги. Реальные Книги.